Мне часто задают этот вопрос осенью. Люди звонят в наши шоу, пишут в наши служения и говорят, «Мы христиане, у нас есть маленькие дети. Стоит ли нам праздновать Хэллоуин?» Что ж, это одно дело, когда церковь говорит, «Мы проводим халлелуя или харвист евангелизацию в это время», или как бы они это ни назвали, с каким-то словом на английскую букву «Х». В этот вечер они приглашают людей в церковь и проводят евангелизацию. Это чудесно. И я знаю церкви, в которых люди приходят, они хотят как-то повеселиться со своими детьми, они не хотят, чтобы дети чувствовали, что им нельзя то и это. Поэтому они приходят в костюмах библейских героев или животных из Библии, и люди веселятся. Окей, хорошо, пусть будет. Если вы хотите делать это, будьте креативными. Мы не соревнуемся с миром. Мы просто говорим, пусть они делают то, что они делают, а мы делаем то, что мы делаем. Но идея одевания детей упырями или колдунами, или в какие-то пикантные подростковые образы, что бы это ни было, и хождение по соседям подобным образом, я лично вижу в этом проблему. И наши дети никогда в ничем подобном не участвовали. Это решать вам лично. Но в Ефесянам 5.11 Павет пишет следующее. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Итак, просто спросите себя, в общем, на Хэллоуин, посмотрите, какие фильмы показывают в это время. Разве не фильмы об убийствах, жестокости и ужасах транслируют в это время года? И в каких костюмах ходят люди? Да, некоторые одеваются как президент или какой-то известный актер или актриса, но большинство из этого — скелеты, вампиры, упыри. И откуда это все? И что делают сатанисты в это время? Хорошо, вы можете сказать, если посмотреть историю, это христианский праздник. Стоп, сегодня. Празднуется ли он? По сути, это великое время для сатанистов. Поговорите с кем-то, кто пришел из сатанизма, и вы узнаете, что они вкладывают в этот духовный смысл в мир и тьмы. Итак, что касается меня и моих детей, мы не делаем этого. Мы не занимаемся этим. Мы не участвуем в этом. И они выросли абсолютно нормальными, приспособленными к жизни. Вот мой личный совет вам — решить это лично между вами и Богом.